Приветствую вас. Такой коротенький у нас вопрос от Юлии, пользователя Юлии. Очень часто в разговоре с людьми создают длительные паузы, мне нечего сказать собеседнику. Мне становится очень неловко, я чувствую себя какой-то ненормальным. Почему так происходит? Ну, начнём, наверное, начать с того, в первую очередь, да, начать нужно, с того, что именно происходит. То есть, то есть, почему так что? Вот я бы сказал, что это в первую очередь пока что не совсем ясно. То есть, почему вы создаёте паузы, например, или почему вы чувствуете себя ненормальным, например. Да? То есть, это же не одно и то же, вообще-то говоря. То есть, это вообще-то разные вещи. Поэтому, на мой взгляд, нужно сначала вам, ну, как-то вот разобраться и разобраться в себе, в смысле того, почему так. Вообще, я думаю, что основная сложность здесь заключается, для вас, по крайней мере, в страхе оценки. То есть, вы боитесь как-то того, что вас негативно оценят, вы боитесь того, что на вас, ну, как-то вот негативно будут смотреть на вас. Вот, и вы боитесь, вероятно, что, ну, что люди вас отвергнут. То есть, это очень похоже на какой-то страх от выражения, я бы сказал. Страх быть отвергнутой, я бы сказал. Вот так, это на это похоже больше. Ну, в данном случае, вот, если мы говорим, как-то вот в контексте вот этих аспектов, о которых вы пишете. А в паузах, ну, вот, в паузах нет ничего страшного вообще. Это нормально, что у людей возникают паузы. Это естественно в разговоре. Потому что, ну, в принципе, в целом, как мне кажется, человеку нужно как-то вот передохнуть сюда. То есть, человеку нужна перерычка в, например, ну, в течение разговора. Человеку нужна перерычка. Вот, и, соответственно, чтобы эту перерычку получить, да, как раз, чтобы иметь возможность получить перерычку, то и возникает пауза. То есть, пауза, это нормально. Другой вопрос, что вы этого как-то не хотите. Другой вопрос, что вы этого как-то утроите. Другой вопрос, что как-то вот вы себе, ну, вот, такое ощущение, да, что запрещаете. То есть, кмrä не-у меня не может быть, говорите, вы вот, передышек. У меня не может быть паузы. Я все время, ну, ну, все время должна. Я все время должна, я все время должна, там, ну, грубо говоря, что-то вот такое. Ну, генерировать, как бы, вот, хорошо ли это для, ну, для вас? Наверное, нет, наверное, это нехорошо, потому что вряд ли, как бы из-за этого, да, разговор может, ну, течь естественно, вот, то есть это же все-таки, ну, больше развлечения, да, это не работа все-таки больше, вот, а вы, получается, это превращаете в работу, вот. Поэтому, вот, центрируйтесь на это, это первое. Второе, по поводу того, что вам не о чем говорить, может быть, и так далее, ну, тут момент заключается, как бы, в том, что, действительно, может быть, такая самая история, что вам не о чем говорить, но это известно для всех людей. если вы хотите, условно говоря, как-то, ну, более, ну, больше тем поддерживать, да, для бесед, ну, для бесед, да, и так далее, вот, то вам, мне кажется, имеет смысл просто расширять сферу своих интересов, вот, чтобы вы могли, ну, больше количество тем поддерживать, вот, потому что, ну, согласитесь, если вы, например, ну, допустим, не интересуетесь, да, там, ну, к примеру, какими-то вещами, да, если вас не интересуют какие-то вещи, например, опять же, вот, то, ну, как бы, вот, вполне нормально, что действительно будут проблемы с тем, что больше, ну, ну, говорить о чем-то, вот. Другой вопрос, как мне кажется, что делать это из, ну, вот, делать вот это из, эм, как бы, страха, например, что вы, э, ненормально, там, или что с вами что-то не так, это вот не очень хорошая идея, там, что, во-первых, тут, в первую очередь, тогда, получается, нужно решать вопрос, э, вопрос ваших, ваших комплексов, в первую очередь. Вот, э, вопрос ваших комплексов, а не вопрос расширения, э, сференджера, вот, потому что, если вы допускаете, что, ну, вот, от этого вы, э, можете быть ненормальными, да, или что-то такое, то это вот, прямая, как бы, история про то, что, вот, а вы, ну, вы себя обесцениваете, это, прямая история про то, что вы, вот, как-то, ну, к себе относитесь, вот, ну, скажем так, нехорошо, да, вот, это нужно корректировать, э, на мой взгляд, то есть это нужно, вот, прямо, прямо вот, ну, прямо вот брать и, в общем, корректировать, вот, а как, ну, как в данном случае, скажем так, по-другому, вот, в другом данном случае, наверное, ну, не получится, э, вот, там и сюда, э, какое бы, э, какое бы количество, э, э, ну, какое бы количество интересов, да, вы бы не исследовали, в принципе, а все равно вам этого будет, ну, недостаточно, вот, все равно вам этого будет мало, все равно вы будете встреповать от себя, ну, каких-то вот, ну, других каких-то аспектов, да, то есть, будете ожидать, ну, ожидать от себя, что я должна всё-таки как-то по-другому действовать в этом смысле. И общение оно не будет сколько-нибудь адекватным, оно не будет сколько-нибудь хорошим, оно не будет сколько-нибудь полезным, скажем так, для вас. Просто потому что всё время вы будете решать проблему, всё время будете спрашивать себя, да, нормальный я или нет, адекватный я или нет, всё ли со мной хорошо или нет. Вот, этот момент он, конечно, ну, очень сильно может отравлять вам жизнь, вот, и тут обязательно нужно это читать. Вот, дальше, значит, если мы говорим непосредственно про общение, то здесь также встаёт вопрос, да, значит, я общаюсь, почему? Ну, то есть, вот, ну, почему я общаюсь? Какой, такой вот есть момент? То есть, я общаюсь, да, значит, ну, общаюсь я, чтобы что, то есть, чего я хочу. Ну, вот, в контексте, в контексте вообще, чего я хочу. То есть, ну, интересен человек, мне интересна тема, или я общаюсь просто, ну, чтобы, ну, просто, чтобы общаться, да? Такой ещё, такой ещё есть момент довольно серьезный. Почему я об этом вот заговорил, да, потому что, так очень часто бывает, значит, что человек общается не для того, чтобы общаться. Человек общается с того, чтобы, ну, значит, просто, как-то вот, ну, просто общаться, чтобы что-то доказать, например. Человек пытается просто что-то доказать. Общается, да, понятно, совершенно, на мой взгляд, совершенно непонятно. Вот, и совершенно очевидно, что такое общение, оно как-то, ну, ничего вообще не несёт, не даёт. Вот, вот, в этом, на мой взгляд, такая довольно очевидная история. Вот, поэтому, вполне возможно, что общение для нас тягостное ещё и потому, что вы общаетесь, ну, как бы, ну, будучи неестественными. Будучи неестественной и будучи в напряжении, да, каком-то, т.е. общение для вас тяжело просто, ну, в этом смысле, скажем так. Вот, и вам в этом, ну, вам в этой ситуации, да, действительно хочется помочь, вам в этой ситуации действительно хочется как-то вот помочь, но для этого просто нужно, ну, более подробно, да, и более детально просто разбираться в себе, вам, ну, необходимо разбираться в себе более подробно, потому что сейчас информации очень мало, да, т.е. кто вы, что вам нравится, чем вы интересуетесь, как у вас вообще, значит, интересы, что вас как-то вот, ну, привлекает, да, и что вам нравится. То есть нужно не только, не только под людей, ну, подстраиваться, да, вот. Мне кажется, что нужно ещё и для себя создавать какие-то вот качественные условия, чтобы вам было удобно общаться. Вот, т.е. ну, это, если как-то вот совсем простым языком говорить, да, то вы историк, например, вам, ну, вам нравится история, да, вот, а вы приходите, значит, к математикам, да, и пытаетесь вот, ну, пытаетесь найти с ним общий язык. Так, ну, понятно, что это невозможно сделать, потому что их винить, ну, люди просто слишком разные. И вы, да, и вы, да, вы, там, себя можете винить, да, винить, говорите, что вот, я, там, постоянные паузы, там, в, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Извините, если между вами ничего общего нет, то ничего вы хотите. Вот. Ну, в этом смысле. Поэтому тут тоже такой момент, да, и насколько вы, словно говоря, заботливо к себе относитесь в этом смысле и выбираете себе подходящих партнеров по общению. Вот. Самое что, если вы этому не уделяете внимания, то пытаетесь, ну, просто пытаетесь общаться с кем получится и так далее. Вот. То тут, как бы, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Опять же. Просто потому что нет никакого потенциала между людьми. Ну, прежде чем, вот, ну, прежде чем предъявлять себе, да, вот, что-то, да, прежде чем, ну, себя обвинять и так далее. Ну, я бы все-таки, наверное, сначала подумал, да, вот, насколько, насколько я так себе, я к себе справедлива, справедлива ли я к себе. Вот. Вот. Что-то мне кажется так кажется — это так. Но в вашей ситуации вполне возможно просто еще такая штука, что вы склонны себе объяснить, что какие-то Факты, которые есть во внешнем мире, вы склонны уже рассматривать, грубо говоря, не в свою пользу. Такой может быть момент, такой может быть аспект, достаточно. В общем, в сервере, может быть просто по сути своей. Я бы здесь все-таки больше, наверное, самооценкой бы поработал, в первую очередь, нежели чем непосредственно над темами. Ну, над расширением тем, скажем так. Вот мне кажется все-таки, что это как-то важнее. Вот такой ответ, и так мне это все видится. Смотрите, вам, мне кажется, не так важно, не так важно совершенно. Из-за чего то или иное происходит, да? Вам важно увидеть то, чего я хочу. Как бы. И то, что вот у меня, ну, какие мне противоречи, мои основные. То есть, с чем я, грубо говоря, прихожу в беседу, вот в диалог, да? То есть, именно с чем я прихожу оттуда. Вот. Вам, мне кажется, это важнее, нужнее сейчас. А не пытаться найти какого-то такого идеального собеседника, да? Чтобы. Вам же не было хорошо. То есть, ну, вы и память брали, да? Как будто. Вы его найдете. Вы его найдете обязательно. Так или иначе, вы его найдете. Ну, просто, вот то, о чем, то, о чем в данном случае сейчас, например, говорю я, да, это вот, это просто вам, как так сказать, облегчит задачу, скажем так. Вот. То есть, вам это просто позволит, ну, чувствовать, вот, себя как-то, да, ну, поспокойнее. Вот, значит, себя поувереннее будете чувствовать, вот. И быстрее будет. И, может быть, кстати, появится интерес к людям. То есть, именно вот, будет интересен вам именно человек, да? То есть, сейчас вам, понятно, совершенно не сам человек интересен, а вот, чтобы общение с ним было. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь.